Чикатило был чудовищем, он выгрызал части тел своих жертв зубами и выкалывал им глаза. Он охотился за маленькими детьми и слабыми, став самым известным маньяком на территории СССР и России за всю историю. Эти факты, конечно, давно стали достоянием общественности, а оправдать преступления ростовского зверя нельзя, ибо горе, которое он причинил людям, огромно. Но мало кто пытается разобраться, что именно пошло не так, ведь изначально он был самым обычным человеком. Именно этим мы и займемся сегодня. Какие обстоятельства сделали из Андрея Чикатило монстры, имя которого стало нарицательным? Что разгневанные люди сделали с его женой и сыном? И почему некоторые родственники кровожадного серийного убийцы до сих пор вынуждены скрывать свое местонахождение? Обязательно досмотрите это видео до конца и не забудьте подписаться на канал. Меня зовут Артем, вы находитесь на канале Die5Top и мы начинаем. Но прежде чем продолжить, хочу спросить у тебя, а ты знал, что случилось 15 лет назад? Открылся самый крутой магазин одежды и аксессуаров с принтами, все майки. Огромный ассортимент позволяет найти вещи, которые порадуют каждого. На сайте большой размерный ряд и более 150 тысяч принтов по совершенно разным тематикам, по играм, фильмам, аниме и многому другому. А если ты не найдешь нужный дизайн в каталоге, то можешь воспользоваться конструктором и проявить свой креатив на максимум. Используй промокод на экране, чтобы получить скидку 15% на весь ассортимент сайта и сканируй QR-код на экране, чтобы перейти на сайт всем майки. Кровожадного убийцу искали всем Советским Союзом целых 12 лет. Точное число жертв неизвестно, как минимум 43. Некоторые эксперты настаивают на том, что точная цифра сильно больше. Сам Чикатило все это время продолжал делать вид, что его жизнь ничем не примечательна. Он ходил на работу и был мужем и отцом. Что пошло не так? Совершенно обычный человек превратился в бешеного зверя, одержимого манией убийства и насилия. И если внимательно изучить его историю, можно понять, что ряд факторов сложились в одну цепочку. Дало о себе знать и проведенное военные годы детство в оккупации. И безотцовщина, и проблемы с головным мозгом. Сейчас мы расскажем, как развивалась его жизнь. Будущий маньяк родился 16 октября 1936 и первые годы провел в Сумской области Украины. Из необычного была лишь врожденная гидроцефалия. Впрочем, достоверность диагноза вызывает вопросы. В то время медицина была далека от идеальной. А вот недержание мочи авторитетные источники обычно указывают, как достоверный факт из жизни мальчика. Об этом заявляет и профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Лев Бертовский. Первый тревожный звоночек – это побои, которых в жизни ребенка действительно было много. Андрей постоянно подвергался избиению со стороны бабушки и мамы за мокрую одежду и кровать. При этом папы в его жизни почти не было. Сначала отец попал в плен к фашистам, а после освобождения он был арестован и погиб, работая в далеких лесах Коми. Мальчику было 4 года, когда началась Великая Отечественная война, что конечно было огромным стрессом для детской психики. Первый класс Чикатило пошел в 44-м, где тут же подвергся постоянным издевательствам и насмешкам одноклассников. Клеймо сына врага народа тянулось за ним тяжелым грузом. В довесок ко всему будущего серийного убийца пугали рассказами о том, что во время Голодомора селяне выкрали и съели его брата. Так это или нет неизвестно, но какое это имеет значение, если это отложило отпечаток на психике вне зависимости от того, было это правда или нет. Уже во время суда Чикатило скажет журналистам, что об него всю жизнь вытирали ноги и не считали за человека. Учеба давалась ему тяжело, участие в детских играх он не принимал. Окружающие считали его отталкивающим и сторонились. Общения с девочками Андрей избегал. В 54-м он окончил школу и пытался поступить на юридический факультет МГУ. Но не прошел по конкурсу, здесь есть один момент, который показывает, что уже тогда Андрей винил во всем окружении. Чикатило считал, что его не взяли в университет из-за отца, предателя и изменника родины. То, что он затаил обиду, скрыть было сложно. Вместо МГУ он отправился учиться в Ахтырское техническое училище связи. А потом пошел на заочку. И если вам говорят, что в армию сумасшедших не берут, вот факт. Самый отбитый человек Советского Союза проходил службу в войсках МВД. А по другой информации был связистом. Служба стала новым источником обид, унижений и сексуального насилия. Скоро мы расскажем о том, как сейчас живут родственники Чикатило и почему их не так просто отыскать. Обязательно досмотрите это видео до конца. Теперь о карьере учителя. Карьера учителя прервалась из-за страсти подглядывать за детьми, лапать мальчиков и домогаться до девочек. На этой стадии жизни у Чикатило уже основательно поехала крыша. Но это не мешало ему с виду вести нормальную жизнь. Будущий зверь вынужден был пойти на другую работу, связанную с физкультурой и спортом. Но и тут дети застукали его за самоудовлетворением. И в дальнейшем высмеивали, что расшатывало психику еще больше. Сложно поверить, но в педагогической иерархии Чикатило дошел до должности директора школы. Как ему вообще доверяли детей? Естественно, на этот период его деятельности приходились неоднократные жалобы на сексуальные домогательства к девочкам. В 63-м он познакомился с подругой своей сестры. Вскоре они поженились. Первый ребенок умер во младенчестве. Затем родилась дочь, а после и сын. В будущем дочь отказалась от отца еще до ареста. Она случайно заметила, что Чикатило приставал к ее дочери, то есть к собственному внуку. А сын всегда был в хороших отношениях с папой. Вот он, кстати, на фото с матерью и отцом, самим Андреем Чикатило. О том, что муж ведет двойную жизнь и в качестве хобби пачками убивает детей, жена не знала целых 13 лет. Каждый день она встречала его с работы, как ни в чем не бывало. О том, что Чикатило пользовался услугами проституток, она, конечно, тоже была ни сном, ни духом. Когда Чикатило стал работать в снабжении, то частые отлучки из дома он объяснял разъездным характером работы. На одежде мужа, жена, которую, кстати, зовут Феодосия, часто замечала грязь и кровь. Тогда Чикатило пояснял, что снабженцам приходится работать как грузчиком, а во время транспортировки легко порезаться. Следователь прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев вспоминал, когда Феодосии Семеновне впервые сообщили, что ее супруг много лет убивал детей, она не поверила. Что стало с членами его семьи после ареста? Страшный сон оказался реальностью. Вскоре Андрей Чикатило признался в преступлениях, а жизнь его родственников превратилась в ад. Как оказалось, маньяк не брезгал выходить на охоту и в собственном районе. Некоторые родственники жертв вообще жили недалеко от семьи Чикатило. Однажды дверь квартиры кто-то поджег. К катастрофе это не привело, однако сотрудники правоохранительных органов обеспокоились, что это был акт мести семье Чикатило. Некоторые следователи утверждают, что супруга прекрасно знала о злодеяниях мужа и даже могла быть его соучастницей. Однажды она создала ему алиби, из-за чего по обвинению в убийстве был задержан и осужден совершенно невиновный человек. Следователь рассказал, что семья в спешном порядке поменяла документы и уехала подальше. Квартира в Новочеркасске была продана. На суде, где выносили приговор главе семьи, они, конечно, не присутствовали. Родственники жертв их бы просто растерзали. Сын Юрий до 21 года носил фамилию отца, затем сменил ее. Думаю, мотивы смены фамилии всем очевидны. Он успел повоевать в Афганистане, получить условку за ограбление вьетнамских челноков, а с 96 года занимался рэкетом. Дальше череда сроков за самые разные преступления. В 2009 был арестован за покушение на убийство. Видимо, гены все-таки дают о себе знать. В общей сложности сын маньяка отсидел 12 лет. Кстати, его сына, то есть внука Андрея Чикатило, зовут Андрей. Комментарии излишни. Вот что говорит сам Юрий Чикатило. «Мой отец ни в чем не виновен. Уверен в этом. Он был очень добрым человеком, не поднимал на меня руку». Или вот еще одна цитата. «Отец для меня был самым лучшим папой в мире. Ничего такого особенного за отцом я не замечал, да и никто из домашних». Вообще, я считаю, что отец на самом деле ни в чем не виноват. Изредка Юрия можно увидеть в фильмах на федеральных каналах. Как правило, он надевает парик и усы, чтобы узнать его было сложнее. Очевидно, боится мести родственников жертв. Но иногда он делает исключение и не скрывает внешность. Его жена Наталья заявляет, что нашла в Юрии невероятно заботливого, надежного и верного мужчину. О судьбе дочери Чикатило Людмилы известно немногое. Как мы уже сказали, она перестала общаться с отцом и разорвала контакты. Тем не менее, поговаривают, что когда правда о злодеяниях отца вскрылась, она встала на его защиту. Выходки Андрея Чикатило нельзя оправдать. Он убивал слабых и испортил жизнь сотням, если не тысячам родственников жертв. На то, что маньяк стал таким, как мы видим, повлияло много факторов. Близкие не успели распознать зверя в собственном муже и отце. Им повезло, что правоохранительные органы предприняли меры, которые позволили избежать мести со стороны разъяренных семей жертв. До конца своих дней они будут жить. Помни, что в мире есть огромное количество людей, которые ненавидят все, что связано с Андреем Чикатило. И если вам понравился ролик, посмотрите еще одно новое видео, но уже о звездах, которые разрушили свою карьеру. Что они сделали не так и у кого получится изменить ситуацию, узнаете, если посмотрите мой ролик по ссылке в описании. На этом все. Поддержите видео лайком и напишите в комментариях, о ком сделать следующее видео. С вами был Артем. Канал Дай Файв ТОП. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok